Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова фирма Петерсон и я, Эдвард Петер. И давайте мы сегодня создадим что-нибудь такое весёленькое. Вот я тут начинаю с гусеницы. То есть мы сделаем робота, но сделаем его детского робота сегодня. Весёленького такого. Начнём мы с гусеницы. Для этого нам надо сейчас ещё раз сделать вот такую основу для гусеницы. Вот так. Прекрасно. Я на всякий случай сохраню этого. Вот этот сплинт. Спрячу его пока. А из этого мы сейчас сделаем гусеницу. Точно. Двойное сделаем. Вот такое сделаем. Вот такое сделаем двойное сделаем. Угу. Такую гусеницу. Мягкую. Такую резиновую. Ну и естественно экструдер. Экструд. Сразу же сделаем ширину гусеницы. Ну не сильно, но вот такую вот. Так. Угу. Так. Прекрасненько. Я вот думаю как раз сейчас сделать ему. Давай здесь сделаем на всякий случай. Так. Экструды сделаем мы ему капаем. Экструды сделаем на 2х2. И здесь 2х2. Вот такой получился. Теперь надо подумать какие сделать ему зацепы. И зацепы. Ага. Давайте что-нибудь такое придумаем. Какой-нибудь зацепчик такой детский. Такой вот. Такой вот. неплохо, правда? Так. А теперь давайте мы эти 2 закруглим. Вот так. И будет у нас такой хороший зацепчик. Так. Мы его тоже сейчас заэкструтируем. Угу. Давайте посмотрим на увеличенную какую. Чтобы нам было видно. где-то вот так. Угу. Это уже капры за фиолетом. И подлетим. Так. Он высоковатый получился у нас. Ну, конечно, мы его вот так сделаем. Да? То есть давайте обратимся к спину. И помним, чем высоту. Высота слишком мне показалась большая. Прибольшая. Вот так. И с помощью этого инструмента вот такой сделаем. Все. Отличненько. Очень хороший получился у нас зацепчик. И так. Можем еще потренироваться маленько. Так. У нас экструдал. Идем наверх. Посмотрим еще раз. Так. Угу. Ну, так я думал будет. Очень симпатично. Ну, давайте мы сейчас это дело теперь уже превратим в один объект. Connect object. Delete. Delete. Вот оно. И следующим нашим будет, естественно, разнести это по поверхности. Для этого возьмем клонар. так. Клонар возьмем. И возьмем этот экструдик. Так. Так. Забудем его вот сюда. Ну, а тут просто уже. То есть вот для этого я сплин одержал. Сплин кидаем. Говорим у Коннера, что нам нужен объект. И в качестве объекта возьмем этот сплин. Так. Где написано слово объект, прокинем его сюда. Так. Ну, вот здесь мы начнем сейчас говорить, что нам надо шагами это сделать. Так. Шагами это нам сделать. Вот так. Ну, теперь надо это разворачивать, ребята, с помощью трансформера. Это не так конечно, это не то 90, нет, не здесь. Это всегда гадание на кофейной гуще. Так. Ну, вот здесь 90 сделаем. Так. Развернулись эти первые, обратно развернулись. Вот так вот тоже на 90. Ну, и будет то, что нам нужно. Так. 90. Э. Наверное, минус 90. Да. Минус 90. Теперь мы возьмем этот клон и подвинем на гусеницу. Таевка. Где у нас трансформирование? По оси какой. Так. Это мы немножко внутрь вдавим. Так. И теперь вот сюда нам надо все правильно. и посмотреть сколько же нам потребуется этих зацепов. Так. Сейчас глянем. Сколько нам нужно зацепов. много не надо. Потому что это все таки детский. Такое. Ненастоящий танчик. Я думаю, что вот так будет хорошо. Ну-ка, Господи. Вот. Вот. Вот такое оно будет у нас. Прекрасненько. Это чутьненько. И сейчас сделаю уже точно. Это не трудно и не долго. Так. Вот я сейчас делаю. Именно вот по этой. А ну вот. Это у нас будет внешняя крышка, вернее внутренняя. Вот так, вот теперь-то мы можем уже свободно делать экструд и сказать, что ему допустим 3 сантиметра. Посмотрите. Вот теперь все прекрасно подходит, все замечательно выходит. Так, единственное, что вот это место. Вот так. Угу. Хорошо. Ну и теперь давайте сделаем, это будет крышка внешняя, нет, внутренняя, да, то есть это левая гусеница у нас. Вот, хотя лучше сделать ее правой. Давайте перенесем сюда. Вот так. Вот так сделаем. Так. А здесь сделаем ее копию, но немножко по-другому. Так. Итого вот этот сплайн я его делю на две половинки. вот здесь. Мне так надо. Вот здесь. И вот здесь. Что если нам сделать две, допустим. Одну сейчас пока отключим. И вот эти точки я сейчас выберу и удалю. Тенец. Тенец. Да. Вот это получилось. Теперь сделаем. Хорошо. А здесь наоборот сделаем. Вот верхнюю удалю. Так, сейчас эту. Уберу. Теперь я удалю верхнюю. У меня получится две половинки, по идее, объединенные между собой. Здесь я скажу, что мне нужны твёрдые hard. Теперь у нас это и это есть. Отлично. Если я сейчас их соединю, а лучше не надо, мы сделаем вот как. Мы сейчас сделаем каструда. Сплайн вот этот, скажем, 23 сантиметра. И капсики. Посмотрим, где он тут у нас. Угу. И капсик только с этой стороны. Да. 2 на 2. Много. Вот так. Теперь этот сплайн закидываем тоже в экстрад. Так. Говорим, что этого нам достаточно. И что нам нужен капсик. 1 на 1. Вот. Теперь мы вот такую штуку получили. Прекрасненькая. За то, что нужно. И тут надо сделать отверстия. Ну, для этого мы сейчас их соединим немножечко. То есть скажем вот так. Connect objects. Угу. И здесь попробуем сделать то самое отверстие, которое нам необходимо. Вот. 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 Попробую сейчас схитрить. Возьму цилиндр. Переверну его. Азэпи. Подведу сюда. И подведу сюда. И подведу сюда. Цилиндр. И подведу сюда. Вот. 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 Такое. Вот. 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 Такое. И вот. Вот. смотрим такой не надо да пожалуй в чем хитрость я хочу фаску здесь сделать здесь вот я сделал я хочу здесь делилась фаску для меня это вот ну как бы если я просто сделаю будет там просто будет дырка а фаски не будет поэтому мы сейчас с вами сделаем следующие попробуем мы превратим в цилиндрику и вот сейчас развернем так и разрежем тут где наш ножик так разрежем только надо обратить внимание что вот это убрать хорошо а вот эти точки мы сейчас выделим и с помощью трансформера растащим так как заклепку хорошо и теперь цилиндр потащим вот сюда вот так я хочу если уже делать булю то делайте его такую ну и вот теперь мне надо из этого экструдо вытащить в этот цилиндр лучше всего справиться булевая операция конечно и смотрим да она получилась немножко невнятно как-то получилось так более подвинем вниз цилиндр надо вниз подвинуть вот так и посмотреть еще насчет фаски то есть фаска у меня получается вот так и то что мне надо получилось если выберу отсюда сейчас фонги то все будет в порядке и теперь все булю мы можем завести туда куда хотели вот вот такая симпатичная гусеница у нас получилось а то что мне надо было да прекрасно даже можем сделать цилиндр побольше пусть будет вот таким очень красиво очень красиво